Привет, Света! Привет, Наня! Что ты читаешь? Книгу. Называется она «Сампа-лопарёнок». Лопарёнок? Это народ. Ты знаешь, кто такие лопари и где они живут? Нет. Живут лопари далеко на севере. Севернее, чем шведы, норвежцы и финны. Если ты взглянешь на большую карту, ты увидишь, как будто белый колпак надет на голову Финляндии. Это и есть страна, где живут лопари. Называется она Лапландия. Удивительная эта страна. Полгода там не заходит солнце. И тогда ночью, как днём. Совсем светло. А потом полгода длится непрерывная ночь. И тогда даже днём на небе сверкают звёзды. Зима там тянется долгих десять месяцев. Почти лёго. Правильно. На зиму, лето и осень приходится только два месяца. Но лопари не боятся зимы. Пусть хоть круглый год держится садный путь. Все они и взрослые, и взрослые, и маленькие, где угодно проледут своих небольших, лёгких, похожих на маленькие лодочки санят. А в пряжке там ходят и лошади. Как думаешь, кто? Олень. Правильно. Ты видел когда-нибудь северного оленя? Нет. Он похож на низкорослую лошадку. Шею у него короткая, шерсть серая. Его голову с большими ясными глазами украшают ветвистые рога. А как ты думаешь, из чего делаем лопари из своей дома? Из камней? Нет. Из дерева? Нет. Из оленей в шкур. Построить такой дом очень просто. Нужно взять несколько длинных тонких жердей. Смотать их вместе с одного конца, а другой конец везде воткнуть в снег по кругу. Потом всё это покрывают оленьями с шкурами. И всё. Жилище готово. Называется оно не дом, не изба, а чум. Сверху оставляют отверстие. Оно заменяет в чуме печеную трубу. Через него дым выбирается наружу. С южной стороны тоже оставляют отверстие. Оно служит веркой. Через него можно забраться в чум и выбраться из него. Вот как живут лопари. Вот какая это страна. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok